Книга «Открытым оком», четвертый том, тема молитвы, вопрос 1219. Вы говорите, что прямых указаний о необходимости молитвы к Божьей Матери в Библии нет. А как же 44-й псалом? Разве он не об этом? Отвечает Игнатий Тихонович Латкин. Если бы даже этот псалом был весть о Божьей Матери, то указания молиться в этом псалме намертво отсутствуют. В нем описывается достоинство невесты, а под именем невесты понимается церковь, и в первую очередь Иерусалимская, первенствующая. В дальнейшем начнется невиданный перекос в сторону поклонения Божьей Матери, что Священное Писание уже запрещает и даже с прещением и угрозой наказания. Исайя 48.11. Ради себя, ради себя самого делаю это, ибо какое бы было бы нарекание на имя мое, славы моей не дам иному. Рассмотрим хотя бы кратко указанный псалом Давида. В первую очередь само написание говорит, что этот псалом написан царем, помазанником Божиим о царе, о любви, которая изливается на царя. Псалом 44.1.9. Начальнику хора на музыкальном орудии Шашан, учение сынов Кореевых. Песнь любви излилось из сердца моего слова благое. Я говорю песнь моя о царе, язык мой трость скоросписца. Ты прекраснее сынов человеческих. Благодать излилась из уст твоих, посему благословил тебя Бог навеки. Припаяшь себя по бедру мечом твоим сильным, славою твоею, красотою твоею. И всем украшении твоем поспеши, восядь на колесницу ради истины, кротости и правды. И ясница твоя покажет тебе дивные дела. Остры стрелы твои сильны, народы падут пред тобою, а не в сердце врагов царя. Престол твой Божий вовек, жезл правоты, жезл царства твоего. Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал тебя Божий Бог. Твой елеем радости, боли соучастников твоих. Все одежды твои, как смирно, и алой, и хасия. Из чертогов слоновой кости увеселяют тебя. Переложение этого псалмана в Благородицу начинается только со следующих стихов. Салтир 44, 10, 11. Дочери царей между почетными у тебя, стала царица одесную тебя в афирском золоте. «Слыши черь и смотри, и преклони ухо твое, и забудь народ твой, и дом отца твоего». Ни один толкователь, самый ревностный, почитатель Божьей Матери, так и не додумался, как толковать вышестоящий стих в отношении Божьей Матери. Автор этого псалма, или же сам царь, убедительно просит эту дочь услышать их, хорошо смотреть за этим и преклонить ухо. То есть это фактически тройное увещание, тройное приказание на основные органы чувств, чтобы она, эта неизвестная черь, забыла народ свой и дом отца своего. Легко догадаться, что после таких строгих, кроекратных увещаний, эта дочь непременно должна выполнить эту просьбу царя или псалму певца, чтобы остаться одесную его. «Божья Матерь никогда таких повелений от Бога не получала, она любила своих родителей, свой народ, свою веру, и если апостол Павел с таким самопожертвованием любил своих едино-кровных евреев, то не тем ли более она?» Римлянам 9.3 «Я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти. Если же скажут, что речь идет об иудейской вере, то и это не так. Иудейством в дальнейшем называлось все, что восставало на Христа, а сам по себе дом Отца Небесного, в который ходила Богородица при земной жизни, был ее домом». Исайя 56.7 «Я приведу на святую гору мою и обрадую их в моем доме молитвы. Все сожжения их и жертвы их будут благоприятны на жертвеннике моем. Ибо дом мой назовется домом молитвы для всех народов». И ученики Христова еще долгие годы ходили в этот храм, не считая его ни оскверненным, ни капищем. Деяние 3.1 «Фетр и Иоанн шли вместе в храм в час молитвы девятой. Деяние 24.18 «Кресеем нашли меня, очистившегося в храме, ни с народом, ни с шумом». Поэтому Божией Матери вышестоящие стихи абсолютно неприемлемы. Ранее святые отцы все доедино в этот псалом толкуют по отношению к церкви. Псалтир 44.12.18 «И возжелает царь красоты твоей, ибо он Господь твой, и ты поклонись ему. И дочь Тира с дарами, и богатейшие из народа будут умолять лице твое. Вся слава через царя внутри, одежда ее шита золотом. В испещренной одежде ведется она к царю. За ней ведутся к тебе девы, подруги ее приводятся свистелем и ликованием. В ходе чертов царя «Вместо отцов твоих будут сыновья твои, ты поставишь их князьями по всей земле». У Богородицы детей более не было, и если бы даже они были, они не могли быть вместо отцов. Под отцами здесь разумеются те, кто не принял Христа, и был отвергнут ими. А сыновья заняли их место избранничеством. В родословной, преблагословенной преснодевы Марии, если считать ее по Иосифу, не было ни христопродавцев, ни лжепророков, ни антихристов. Она законная дочь, любящая дом отца своего, и несет на себе благословение праотцев. В этом она была воспитана и возрастала. Это говорится про апостолов, избранных спасителем вместо тех, кто отверг искупителя мира. И Аароново священство, сделавшееся богаотступным, заменено и Юговое Новозаветное по чину Вышнего Мелхиседека, то есть Христа. Псалом 44, 18. «Сделаю имя твое памятным, род и род, посему народы будут славить тебя во веки и веки». На различные дни празднования, в честь Богородицы, ее рождения, введения во храм, покров и другие, читается один и тот же евангельский отрывок, не имеющий никакого отношения ни к одному из них. А ведь могли бы найти хотя бы строчку в Новом Завете в подтверждении того, что так хочется. Лука 11, 27. Когда же он говорил это, одна женщина, возвысив голос из народа, сказала ему, «Блаженно чрево носившие тебя, и сосцы тебя питавшие, Пресвятая Госпожа Богородица, спаси нас Твоим предстательством на небе, Пред сыном Твоим, Богом истинным и молитвами Твоими, Да дойдем мы до желаемой пристани, пристани до Царства Небесного». В селом на праздник каждый год ходила Анна к сыну, идет бывало, и несет одежду Самуилу. Он рос заметно, ему жал в пресине Господней, из одежды вырастал, из тесной, прошлогодней. В духовной жизни тоже есть свои законы роста, для каждого из нас и здесь серьезные вопросы. Насколько за год я подрос в любви, в служении, в вере, и в прежней меркой свой рост, Всю жизнь придется мерить, и карликовым деревцом расти под небом щедрым. Кого же пальмой назовем? Кто в церкви будет кедром? Если слаб любой из нас, то кто поддержит слабых? По братски руку кто подаст на жизненных ухабах? Если мы перед грехом колеблемы от рости, чем объяснит души надлом? Одним задержкой в росте. Тому, кто принял благодать, на труд и подвиг призван. По-детски можно ж, можно ли рассуждать и быть детем капризным? Жизнь человека не игра, не стрекозы полеты. Пора взрослеть уже, пора, подсказывают годы. Богу нашему слава всегда, ныне и пресно, и во веки веков. Аминь.